Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виталий Вазо. Я являюсь амбассадором спортивной компании Кант. Горный гид, снежный барс, альпинист-высотник, автор проекта The Zone Freeride. Хожу я на восьмитысячники и спускаюсь на лыжах с наивысших точек на нашей планеты. Сегодня мы поговорим о том, как начать ходить в горы. И наш выпуск называется «От новичка, от Эльбруса до восьмитысячника». Сегодня мы не разбираем, зачем ходить в горы. Кстати, есть уже видео на эту тему. Снимали его в прошлом году. Предположим, что вы замотивированы, у вас есть желание, вы хотите. Начать горовосхождение, но не знаете, с чего начать. Итак, что такое горовосхождение для вас? Вопрос. С чем ассоциируются вообще горы у вас? Скорее всего, это чистота, это природа, храм. Пишите в комментариях, кстати. А еще альпинизм – это способ самореализации. Это борьба, это некий путь по достижению каких-то целей. И вот вы достигаете эту цель, стоите на вершине, радуетесь этому. Но мало вообще, что может быть прекраснее этого чувства. Когда вы поставили цель, ее достигли. И вот награда за эту борьбу – это и есть само восхождение. Каковы же должны быть первые шаги в этой деятельности в альпинизме, в горовосхождении? Немножко отступим от альпинизма и вернемся в первый класс. Вам 7 лет, вы идете в школу. После первого класса вы идете во второй, затем в третий и так далее, вплоть до десятого. Ну, потом уже институт, аспирантура и так далее. Около как. Но все идет последовательно. В горовосхождениях, в альпинизме все абсолютно точно так же. Не надо стараться после первого класса сразу запрыгнуть в десятый. Все должно быть поступательно, постепенно. И самое главное – копить опыт. И только после накопленного, приобретенного опыта и знаний переходить на следующий уровень. И вот самое начальное, с чего можно начать – это пройти начальную подготовку. Она так и называется – НП-1 с присвоением знака «Альпинист России». Существуют специальные учебные программы в Альп-лагерях. Для этого надо просто покопаться в интернете, найти подобные предложения и поучаствовать в этих программах. Это займет некоторое время. В ряде случаев определенный бюджет для этого необходимо запланировать. Это блок учебный, по прохождению которого у вас будет и теория, и теоретические знания, и практически отработанные навыки безопасного горовосхождения. Навыки, закрепленные, полученные в рамках начальных курсов, необходимо будет закреплять в горах постоянно. Потому что вы, допустим, пару недель сходили на начальную подготовку, потом год ничего не делаете, абсолютно все забудете. Поэтому периодически надо эти знания освежать, ходить в горы с друзьями, отрабатывать что-то на рельефе. Что бы хотел сказать важное? Когда ходите в горы, стараться надо проводить время, учиться у более компетентных товарищей, чем вы сами. Что это означает? Вот совсем недавно ко мне обратился знакомый с вопросом, а как мне начать ходить в горы? Я спрашиваю, а ты кем работаешь? Парень работает поваром. Здорово, прекрасно. Ну и вот я ему привожу пример такой. Ну вот, предположим, ты собираешься свои поварские навыки как-то улучшить, профессионализм свой повысить. Если ты будешь готовить на кухне все время с такими же, как ты, будет ли расти твой профессиональный уровень? Ну, пожалуй, не очень. А если ты будешь брать курсы у Джереми Оливера, так вроде зовут, да, известного повара, тогда, конечно, это придаст, даст, ну, большой багаж каких-то навыков, отработок и так далее. То есть профессионально ты вырастешь. Поэтому в горы тоже надо ходить с людьми, кто имеет большую квалификацию, чем у вас. Если даже это не учебные курсы, а вы просто проводите время на трекинге, в каких-то походах, старайтесь ходить в группы более сильные, чем вы. Тогда вы будете тянуться за этими людьми, вы будете получать какие-то практические навыки. То есть учиться лучше всего именно там, на рельефе, не по книгам, по бумагам, по ютубу, а ходить в горы и учиться этому на горном рельефе. Еще раз, у людей, кто более квалифицирован, чем вы сами. Еще к первым шагам я бы отнес коммерческий альпинизм. Что это такое? Это когда или туркомпания, или гид ведет вас в горы, сопровождает вас, обеспечивает вам безопасность. Это способ, во-первых, увидеть эти красоты, побывать в тех знаковых местах, куда вы самостоятельно не доберетесь. И при этом вы получите необходимый уровень безопасности. Но при этом вы насладитесь вот этой красотой, вы постоите на вершине. Наблюдая, как работает гид, можете пообщаться. Гиды, как правило, всегда объясняют, рассказывают. Ну, такой, знаете, там, ликбез проводят. Иногда какие-то мастер-классы. У нас мы, кстати, на Альбрусе проводим тоже такие мастер-классы. Иногда там на лед выходим. То есть новичкам показываем, как работать с ледовыми инструментами, с веревками и так далее. То есть коммерческий альпинизм, он тоже дает, повышает ваш уровень. Конечно, не настолько, как вот учебные программы, НП1, НП2. Но, тем не менее, это тоже шаг на пути к совершенствованию в деле горовосхождений. Следующий шаг. Спорт или не спорт. Что это означает? Когда вы занимаетесь спортом, именно идете по разрядной системе, прошли учебный курс, начальные подготовки, НП1, НП2, потом спортивная подготовка пошла. Ну, так скажем, работаете на разряды. Это одна история. Вы занимаетесь спортом, здесь и дисциплина, вы ходите определенные разряды, нарабатываете их, получаете разряды, находите категории трудностей. Вот, и таким образом, ну, зарабатываетесь в себе и квалификацию, и разряды, и так далее. Дальше, возможно, это участие в соревнованиях. Вот, если вы не занимаетесь спортом, то, как я уже сказал ранее, ходить надо в группах, которые и с людьми, кто более компетентен, чем вы. И вот мне вспоминается история таких, из советских времен, в СССР, в советской школе альпинизма. Если вы являетесь членом какого-то альп-клуба, то ни в коем случае вам не разрешается ходить самостоятельно в горы. В группе, не в группе. Но если вы ходите в горы в составе спортивной команды, в составе альп-клуба, и вдруг решили пойти в горы самостоятельно, все, до свидания, тогда с клубом вам придется распрощаться. У нас, я помню, такие случаи, еще на заре моей деятельности в альпинизме, такое было. Сейчас в современной России, конечно, все намного проще, вариаций очень много, поэтому вы занимаетесь спортом, посещаете учебные, спортивные мероприятия, и при этом параллельно можете ходить самостоятельно в группы, в горы. Никто вас не будет гонять и шпынять и так далее. Единственное, что заниматься этим надо очень взвешенно. Вопросы безопасности должны стоять вот вокруг угла. Это самое главное, на чем необходимо сконцентрироваться. Взять, допустим, вождение автомобиля. Какой возраст, какой стаж у водителя самый опасный? Правильно, 3 года, когда человек уже вроде бы как научился ездить, но еще не заработал достаточного опыта. Он считает себя опытным водителем, но при этом по факту таким не является. И вот по статистике больше всего число аварий – это как раз у водителей со стажем около 3 лет. А в альпинизме то же самое. Вы только заработали себе первые какие-то, условно, награды, какие-то достижения у вас, вы уже считаете себя опытным, ну и начинаете планку завышать. Уже ставите более амбициозные цели, идете, а опыта все-таки недостаточно. И вот здесь необходимо себя немножко притормозить, не торопить коней, а нарабатывать опыт. То есть не стараться сразу после, условно после Эльбруса сразу идти на Эферест. Иначе можно там схлопотать. Поэтому даже, кстати, на Эльбрус идти в составе спортивной команды сразу ни в коем случае нельзя. Необходимо наработать опыт какой-то, ну, походить какие-то вершины попроще, пониже. Вот, и может быть и не один год после этого уже можно в составе спортивной команды на Эльбрус идти. Как я уже говорил, еще один вариант, это коммерческая группа, пожалуйста, в сопровождении с гидом, безопасно, поднялись, порадовались, и фотографии в соцсети и тому подобное. Город – территория повышенного риска, но степень риска – это понятие, очень относительно. Например, если вы сели за руль вчера и выезжаете на МКАД во время часа пика, то авария, ну, можно сказать, гарантирована. Если вы с большим стажем едете тем же маршрутом, то аварии, скорее всего, не будет. Я надеюсь, точно не будет. То есть сам риск в первую очередь зависит не от внешних факторов, не от того, насколько вероятен на данном склоне сход ледового обвала или камнепада, а ваш опыт и ваш уровень знаний, теоретических, практических навыков. При этом следует учитывать степень вообще самого риска и степень вероятных последствий. Потому что это все называется риск-менеджментом, управлением риском, когда вы понимаете, насколько высока вероятность, что некое событие произойдет и каковы будут последствия. Ну, если, допустим, с этого склона слетит камень или, допустим, что вы, возможно, упадете с этой скалы, там, двухметровой. И вот понимание этих моментов – это и есть управление риском. Понимать и знать, и чувствовать это на уровне интуиции – на это уходит время. Опыт. Нарабатывайте опыт. Постепенно, планомерно нарабатывайте опыт. Следующее. Физподготовка. Архиважная и критическая сторона подготовки вообще к горовосхождению. Почему? Ваша хорошая физподготовка – это путь, первое, к безопасному горовосхождению. Второе. Зачем мы ходим в горы? Мы входим в горы наслаждаться, получать удовольствие. Если у вас плохой функционал, если вы, ну, недостаточно хорошо подготовлены, вы будете страдать. Оно вам надо. Ходим мы в горы для того, чтобы не страдать, а чтобы радоваться, получать наслаждение, удовольствие. Эстетическое, психоэмоциональное, все возможное. Вот. Поэтому надо тренироваться, надо ходить. И, знаете, я вспоминаю одну историю, когда мы ходили на Эльбрус с группой, и паренек был, настолько ему было тяжело. Он сходил, поднялся, он был очень рад. Но когда мы спустились, я его спрашиваю, ну, как, ты помнишь, вот мы видели там восход, а вот мы видели там какие-то голоры, вершины, он говорит, нет, я помню только пяткой впереди идущего. То есть человек настолько устал, ему было так тяжело, что он смотрел только вперед и больше ничего не видел. Так вот стараться надо подготавливать себя таким образом, чтобы вы шли и не страдали, а могли наблюдать за красотами и получать от этого удовольствие. И чтобы у вас по сухому остатку было именно это, а не вот эти муки, страдания. Хотя пострадать и выйти после этого победителем тоже хорошо, но я призываю вас готовиться, тренироваться, чтобы ходить в горы легко. Ну и в конце концов, хорошая физическая подготовка – это залог здоровья, причем не только физического, а и психоэмоционального. Я считаю, что всегда надо заниматься спортом, ходить, бегать, подниматься в горы, может быть там потихонечку, но даже вот в ковидные времена, это был август 2020 года, и как раз я тоже заболел ковидом, было плохо. Когда уже, ну вот совсем было плохо, я встал на улицу, вышел на улицу и давай сделать прогулки. Даже бежать не мог, но вот потихонечку ходил-ходил, через день уже там трусцой побежал, через 4 дня уже побежал, через неделю я чувствовал себя прекрасно. Поэтому чувствуйте себя плохо, не ленитесь. На улицу, в лес, в парк, в горы, бегом, и будет вам здоровья. Следующий аспект – наряжение, одежда. Конечно, хочется ходить в комфорте, в надежной одежде, выглядеть стильно, в общем, чтобы было все прекрасно. И на ногах, и на теле, ну и чтобы рюкзак, и вещи, все было топовое, классное, превосходное. Но здесь не стоит делать культ из всех этих вещей. Я вспоминаю тоже один случай, когда у меня один товарищ решил заниматься беговыми лыжами. При этом никогда, вообще ни разу не стоял на беговых лыжах. И он говорит, мне надо самые лучшие лыжи, купили. Мне надо самую лучшую одежду, купили. Что вы думаете, один раз человек сходил на лыжи, все, и одежда, и лыжи пылятся. Поэтому здесь нужен некий баланс. Попробуйте, начните заниматься, возьмите что-то. Кстати, в магазине очень хорошие консультанты. Вы можете к нам здесь вот в Канте обратиться, в отдел Outdoor. Вам порекомендуют, проконсультируют, что вам лучше взять. Не бывает такой вещи, которая была бы универсальна для всего. Поэтому в мире Outdoor одежды много не бывает. Поверьте, если вы берете одну куртку и носите ее постоянно, но вы ее износите довольно быстро, она придет в негодность. Если у вас появляется какой-то набор, есть там верхние одежды, то вы в зависимости от условий, в зависимости от гор, от климата, времени года, берете какие-то разные с собой комплекты, и, соответственно, продолжительность их жизни увеличивается. Поэтому обращайтесь к консультантам, к гидам, с кем идете в горы, к знающим людям, к профессионалам за рекомендациями. И, ну, не спешите покупать все подряд. Итак, подытожим. Ходите в горы с более квалифицированными товарищами, друзьями, принимающими участие в начальных учебных курсах, в спортивных курсах, ходите в горы с гидами, с профессионалами, уделяйте время физподготовке, умейте снимать на фото видео, помните о рисках и о безопасности, и потихонечку, через несколько лет, вы будете готовы к Эвересту. Здоровья, счастья вам и до встречи в горах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok